Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о том, как будут распределяться выходные и праздники в новом 2014 году. Как следует из документа, в Олимпийском году нас снова ждут долгие майские каникулы и немало других приятных сюрпризов. Новогодние каникулы у россиян будут продолжаться с 1 по 8 января включительно. 31 декабря в уходящем 2013 выпадает на вторник и является обыкновенным рабочим днем. День защитников Отечества приходится на воскресенье. В соответствии с законом, при таком совпадении выходной должен переноситься на следующий после праздничного дня рабочий день, то есть на понедельник 24 февраля. Однако на этот раз выходной с понедельника 24 февраля переносится на другой понедельник 3 ноября. С мартовскими выходными в 2014 году все так же непросто, как и с февральскими. Как и 23 февраля, 8 марта выпадает на выходной день, на субботу. Поскольку правительство не внесло никаких корректировок, то мы будем отдыхать 3 дня подряд. Выходной автоматически переносится на понедельник 10 марта. 1 мая в 2014 году выпадает на четверг. На пятницу 2 мая переносится январский выходной. Так что мы получим 4 выходных дня в честь праздника весны и труда. 9 мая выпадает на пятницу. Но здесь никаких сюрпризов не ожидается. Мы будем отдыхать 3 дня подряд. С пятницы по воскресенье включительно. Таким образом, майские праздники в будущем году окажутся несколько короче, чем в 2013. 12 июня – День России, четверг. И здесь нас ждет отличная новость. 4 выходных дня подряд, поскольку на пятницу 13 июня переносится еще один январский выходной. Последним праздником 2014 года станет День народного единства. На этот раз 4 ноября приходится на вторник. И здесь нас снова ждет неожиданный поворот событий. На то, чтобы народ успел в полной мере прочувствовать свое единство, освободится целых 4 дня. Все дело в том, что выходной с понедельника, 24 февраля, переносится на понедельник 3 ноября. Нет сомнений, что 4 выходных дня смогут скрасить ноябрьскую серость и помогут в борьбе с традиционной осенней депрессией. Продолжение следует...